Проект РГЧРП. По данному экономии развития России, его совокупный объем составляет 280 миллионов рублей, реализуется более 30 проектов, пока в консессии. Значит, они тоже проводят обучения для государственных служащих, и у них в республике вступил закон, который освобождает от налога на имущество организации налогоплательщиков, заключившие соглашение РГЧРП и консессионные соглашения с правительством Республики Душкортостан. Срок действия года ограничивается сроком действия соглашения. Теперь рассмотрим Самарскую область. Там введено 7 объектов с использованием механизма РГЧРП стоимостью 4,8 миллиардов рублей. В 2019 году Самарская область первой в Российской Федерации обеспечила заключение консессионного соглашения в сфере сельского хозяйства через процедуру частной консессионной инициативы. Ну и они тоже, конечно, проводят масштабное обучение. Что происходит у нас в Татарстане на региональном уровне? Да, теперь это, чтобы вообще перестал работать. Следующий слайд включите. Спасибо. Значит, в прошлом году мы провели большую работу, подписали тоже первое в России соглашение по 224-му закону. Это строительство спортивно-оздоровительного комплекса на обильные челны. Вот почти 4 миллиардов рублей. Это соглашение о муниципальном частном партнерстве, которое сейчас может быть масштабировано на другие районы. Готовый кейс. И этот кейс у нас взяли другие регионы, и сейчас они активно его внедряют. Получается, что наш опыт успехов внутри республики сами мы масштабируем на свои районы и эпох, а другие регионы пользуются все больше нашими наработками. Теперь. Значит, в 2019 году агентство было разработано такие документы, как рекомендуемая форма положения о муниципальном частном партнерстве, примерная рекомендуемая форма соглашения самого тела соглашения о муниципальном частном партнерстве. Мы разработали пошаговую инструкцию к заключению соглашения о муниципальном частном партнерстве. И указанный документ формирует необходимый инструментарий, который представляет собой готовое акциональное решение для органов местного самовыкровения. К числу определенных сложностей, с которыми я столкнулась с агентством, является отсутствие понимания института ДЧП и вообще понимания официальных законодательств в указанной сфере. Мы провели мониторинг проектов, наимно установлено 25 муниципальных районов Петерстана. Вообще отсутствует закрепление полномочий в сфере муниципального частного партнерства. Это нет. У остальных муниципальных образований, несмотря на прогнание отдельных полномочий, целостных картинок реализации в практике тоже нет. Для реализации проекта в сфере ГЧП и помощи районам в агентстве были разработаны готовые решения. Данный перечень должен служить помощником для вас в реализации проекта по принципу ГЧП. Нам всем нужны в районах новые бассейны, музеи, крытые катки, медицинские учреждения и множество других объектов, которые тоже могут выступать здесь в рамках этих соглашений. Вы знаете, что по принципу ГЧП можно реконструировать парк или вообще построить новый. Можно построить туристические объекты, привлекать новых туристов. Можно даже построить жилой комплекс, где посредством так называемой инфраструктурной ипотеки будет содействие в реализации ипотеки социальной. Львиную долю ГЧП проекта денежного выражения занимает транспортный проект. У нас теперь станет все наоборот, как одно. Львиную долю, значит, проектов также занимает коммунальная сфера. У нас по 115-м федеральному закону с Минстроем мы собирали, смотрели. По ЖКХ, по-трестям, у нас еще здесь что-то реализовывается в сфере ЖКХ. Больше всего немного есть проекты в Республике и ведет в сфере здравоохранения. Уважаемые коллеги, на слайде вы можете видеть приотвивиться, этому изместитель, Сапонова Гавриловича, бывший советский здравоохранитель ГЧП, Назмонтилов Груза Гаврилович. Они 24 часа 7 дней в неделю доступны. Мы хотим объявить июль месяц на консультации, и чтобы вы активно с ними работали, пожалуйста, приезжайте, задавайте свои вопросы, присылайте их в рабочем порядке. Знаете, у нас, правда, ситуация сейчас плохая, в Республике ПЧП. И такое совещание у меня возникла сначала идея, конечно, организовать на уровне президента с участием глав района. Но просто если мы сами с вами не будем сознательно относиться к нашим обязанностям, если мы не будем понимать влажности этой работы, ну, управление страхом, это, наверное, может быть не самый лучший пример в 21 веке. Я, конечно, разговаривала с Русланом Рогадеевичем об этом, конечно, докладывала всю эту ситуацию и просила его закрепить за районами и за министерствами показатели количественные по реализованным проектам муниципально-частного партнерства и государственного частного партнерства на уровне верности и министерств. И они будут закреплены в этом году. Просто хотелось бы, чтобы все это было не из-под палки постоянно, да, а чтобы мы сами понимали, что это отличный инструмент, на самом деле. Это частные деньги участвуют в реализации проектов на благо населения. Это очень здорово, это хороший инструмент. Поймите, пожалуйста, что, ну, можно просто осваивать бюджет, а можно делать это, правда, эффективно. Я призываю вас к второму моменту ответить на этот вопрос. Если мой доклад кого-то обидел, я, конечно, прошу свои извинения, но я бы хотела, чтобы, то есть, кто-то просит в республике сложился, кардинально поменялся. И я уверена, что у нас будет огромное количество помощников, которые будут нам в этом помогать. Например, Сбербанк. Кстати, я хотела бы поблагодарить службу случая Евану Астровича и Федерального окружного управления, а также, конечно, наше Тарстанское отделение, много другого, за это мероприятие, которое мы сегодня здесь с вами проводим. Я бы очень хотела, что оно было полезно для всех с вами. Сбербанк. Спасибо. У нас еще есть недолго времени до предъявления представителей Сбербанка. Есть у кого-то вопросы из наших уважаемых коллег? Клинин. Есть, Натам? Нет? Если что, мы не всегда готовы, наши вопросы принять и дать нашему водителю. До того, как я вернала слово Виктору Викторовичу, это очень уважаемый спикер на всех влюбленностях, которые...